То, что всего три недели назад более 500 волонтеров вышли на уборку Сухумской горы, уже сегодня очень сложно поверить. Такое чувство, что в городе орудует еще одна так называемая волонтерская группа. Гораздо многочисленнее ребят, желающих жить в чистом городе. Вот только их цель – сорить. Мусор на улицах, в скверах и лесах для нашей республики – картина привычная. Сразу в послевоенные годы убирать было просто некому. Потом было нечего платить тем, кто убирает. Чуть позже соответствующие структуры вовсе перестали справляться со своими обязанностями. А сегодня складывается ощущение, что освободить Абхазию от мусора уже невозможно. Всего три недели назад более 500 человек вышли на субботник с целью убрать Сухумскую гору. Наравне с активистами весь день работали и представители власти, студенты, сотрудники коммерческих компаний. Однако сегодня фуникулер вновь нуждается в генеральной уборке. Местные жители, убегающие от нашей камеры, говорят, что давно привыкли к мусору. Да и к тому, что вереница машин, посещающих живописное место столицы, исключительно в ночное время, не прекращается. Кстати, водители умудряются на Сухумской горе не только мусорить. Автомобильные виражи давно стали неотъемлемой частью жизни наших молодых водителей. Однако зачастую в погоне за экстримом дорогой заводят автовладельца в самое неожиданное место. Наша съемочная группа обошла все места, которые совсем недавно были очищены от скопившегося за десятилетия бытового мусора. Картина старая. Грязь – это еще полбеды. Здесь практически на каждом квадратном метре валяются использованные шприцы. И это пугает местных жителей. Также известно, что фуникулер – излюбленное место и для свадебных фотосессий. Бесконечное количество бутылок из-под шапанского, как фундамент некоторых современных абхазских семей, начинающих строить чистое будущее. Однако необходимо отметить, что сегодняшний мусор – еще и результат неоконченных работ. Секрет столь быстрого загрязнения Сухумской горы прост. Проблема не только в том, что здесь продолжают сорить, но и в том, что мусор собран несколько недель назад волонтерами, до сих пор не убран соответствующими службами. Субботник в конце марта прошел по инициативе молодых девушек и юношей из группы «Я хочу жить в чистом городе». Сами они после проведенных акций часто вновь приходят посмотреть на результаты своей работы. Пока одни разочарования. Однако, как отмечает активист Рафида Басария, оптимизм еще не покинул энтузиастов. В ближайшую субботу состоится второй субботник на фуникулере. Мы неоднократно после субботника поднимались на фуникулерно. Безумно, во-первых, интересно просто погулять. Мне хочется уже начать ходить туда гулять. А потом нам хочется посмотреть, что происходит, что изменилось и в какую сторону. Мы видим, что меняется все, к сожалению, в худшую сторону, но мы не падаем духом. В субботу мы снова идем на субботник. Опять мы решили, мы предполагаем, что людей будет не так много, как в прошлый раз. Мы будем брать маленькими участками. По полдня, по несколько часов выделить выходной и убрать какой-нибудь участок. Я думаю, что это в наших силах. В субботу приглашаю всех на субботник. Обращаясь к людям, которые сорят, что бы ты сказала? Наверняка они смотрят на шефир тоже. Ой, я прошу их приехать, посмотреть на нас, как мы убираем. Может им и посмеяться захочется, а может и помочь захотят. Активистами «Я хочу жить в чистом городе» также была убрана платформа ГУМа. Однако там порядок удается поддерживать. Местные жители благодарят волонтеров. Стало гораздо чище. Здесь был завал даже во времена, как сказать, курортников, отдыхающих. Здесь было страшно пройти. Было очень стыдно перед отдыхающими, перед нашими, которые едут за столько километров и видят здесь вот такую грязь. Хочется призвать, как, попросить всех наших жителей, ну и отдыхающих, кто к нам собирается, поддерживать эту чистоту. Быть может, тезис о том, что чистота начинает царить все же именно там, где не ссорят, оправдан, нашей стране только предстоит победить проблему мусора. Очевидно одно – это случится только тогда, когда за победу будет бороться большинство населения страны. Продолжение следует...